Почему сознание отождествляется с мышлением? Эта редукция, если брать произведение Гигеля, связана с тем, что феноменология духа в итоге завершается в науке логики. И вот эта редукция феноменологии духа к науке логики требуется как-то объяснить. Единственный способ объяснения этой редукции возможен на пути отождествления сознания и мышления. Но феноменологически и современная психология это доказывает и показывает, что сознание и мышление есть разные. И у Гигеля сознание и мышление представляются разные сущности. И он понимает на самом деле, что эти сущности разные. Но в некотором пределе, в некотором восхождении, в некотором движении внутри субстанции сознания получается так, что сознание и мышление отождествляются. И чтобы понять, почему это происходит, давайте обратимся к тому построению, которое выстраивает Гигель феноменологии духа. Мы не будем сегодня касаться науке логики. Мы попытаемся понять, каким образом различные формы сознания, феноменологии духа, связаны и движутся в некотором восходящем направлении. Дело в том, что сознание представляет собой, как я говорю, в нашем построении нечто пространственное. Поскольку оно является пространством, то различные формы сознания, они на самом деле не могут никуда восходить. Различные формы сознания, они на самом деле рядоположны. И существуют как независимые виды опыта. Если мы берем, допустим, такой вид опыта, как восприятие, и там у Гигель, допустим, он различает чувствную достоверность, восприятие, рассудок и разум. Это различные формы мышления, но тем не менее, они различаются не только своим предметом, но и своей формой существования сознания. И все эти формы существования сознания, поскольку сознание представляет собой некую сферу сознания, и вот эта сфера сознания, в которой все эти формы сознания существуют рядоположны, у Гигеля является субстанцией. И вот с точки зрения этой субстанции, эти все формы, они никуда не восходят, они рядоположны. И поэтому выстраивать между ними некую иерархию, иерархию, связанную с тем, что есть некое восходящее движение. Что форма чувственная достоверность, более простая форма, и форма абсолютный дух, что эта форма является формой восхождения. Не очень понятно, в каком смысле понимается это восхождение. Для Гигеля это восхождение важно в том отношении, что у него движение через различные формы сознания обосновано тем способом, что субстанция сознания, как мы ее рисуем, она внутри себя имеет различия. И вот первоначально эти различия, они внутри субстанции присутствуют и различаются как противоположности. И вот эти противоположности должны быть сняты, и должно достигнуть некоторое такое состояние, при котором субстанция достигнет понимания себя как нечто чего-то единого. То есть проблема, связанная с восхождением феноменологии духа, она связана с тем, что субстанция должна через опосредование, через связь своих моментов достигнуть некого состояния единства с самим собой. При котором, тем не менее, различие будет, но различие будет снятое. Различие обязательно должно остаться, потому что субстанция должна остаться именно конкретной субстанцией, не некой абстрактностью, не неким понятием только. А на самом деле чем-то таким, что внутри себя имеет необходимое опосредование или различие. Но это обосновывается с позиции того, как это движение совершается в сознании. Но на самом деле это восхождение связано также не только с движением сознания. Если присмотреться к феноменологии духа, то движение, восхождение от простых форм к форме абсолютного духа, оно связано также с движением абстрагирования. То есть вот это восхождение также понято как восхождение абстрагирования. Потому что чувственная достоверность, которая представляет собой наиболее простейшую форму, она представляет собой нечто единичное, то есть наиболее детализированное, наиболее богатое содержание массущее, но наиболее богатое содержание формы существования сознания. И вот абсолютный дух представляет собой наиболее абстрактную форму существования сознания. То есть она является наиболее абстрактной по отношению к такой единичной, как чувствительная достоверность. Правда, в этом движении абстрагирования существует еще и другое движение. Дело в том, что, как доказывает Гейтель, что в чувственной достоверности с точки зрения понятия, то есть с другой стороны, у нас ведь каждая форма представляет собой некую форму существования сознания и форму существования предмета. И каждый раз в этой форме мы наблюдаем то, что находится со стороны сознания и то, что находится со стороны предмета. И вот если предметное содержание в восхождении от чувственной достоверности к абсолютному духу, оно все более и более становится абстрактным, то как бы содержание на стороне сознания, то есть содержание понятия, оно становится все более и более содержательным. То есть это движение, с одной стороны, представляется абстрагирование с точки зрения восхождения от более детализированного предмета к менее детализированному, это более абстрактным. Но в то же время является движением конкретным, восхождение от знания, которое представляет собой наиболее абстрактной чувствной достоятельности и наиболее богатое, оно представляет собой в абсолютном духе. Так вот, если это восхождение понимать с точки зрения того, что это есть восхождение увеличения абстрагирования, да, если есть восхождение понятия, да, понятия от менее содержательного, да, в единичности, собственно, все, что мы знаем, согласно Гегелю, это как бы от бытия, да, все наше знание есть знание о бытии. А в абсолютном духе мы уже как бы различаем, собственно, субстанции, все многообразие понятий, которые мы приобрели в процессе вот этого движения, да, то есть там с точки зрения понятия там знание наиболее конкретное. Получается, не выстраивается ли движение различных форм сознания в некоторое движение восхождения, по примеру, движение абстрагирования понятия, да, вот, то движение, которое мы наблюдаем в родовидовом различии. Различные понятия соотносятся друг с другом в виде родовидового различия. То есть можно представить это в такой схеме, что вот есть некоторый род, а внутри рода вот как бы различаются различные виды. Это родовидовое различие, оно может быть иерархизировано тем способом, что на самом деле рода встраиваются друг в друга, да, то, что представляется родом, само является некоторым видом для некоторого более высокого рода, да, и мы имеем вот такую устроенную иерархию, вот некоторые есть род, да, внутри этого рода различаются другие роды меньшего порядка, допустим, вот, меньшего порядка, да, а внутри этих родов как бы существуют некоторые виды, да. И тут точно так же. И, собственно, как бы вот есть некая, получается, некоторые иерархии встроенных в друг другу родов. Но на самом деле для нас это родовидовое различие связано с тем, важно в том смысле, что, собственно, понятие, когда мы говорим об абстрактном восхождении от чего-то единичного к чему-то всеобщему, то, если мы понимаем это в некотором конкретном движении, то это есть не что иное, как переход от видов к роду, да, переход рассуждения от некоторых понятий менее высокого порядка к понятиям более высокого абстрактного порядка. То есть, если мы, допустим, начинаем рассуждение где-то вот в понятиях один, вот в понятиях этого рода от одного до н, то потом мы восходим, собственно, к роду, который составляет нечто общее для всех этих понятий, а потом мы восходим, уже когда мы находимся на уровне обсуждения рода, да, то у нас возникает как бы сравнение этого рода с другими родами, то есть, опять же, возникает некое новое основание, то есть, новый род, да, и на этом новом основании, как бы, уже встречаются другие роды, и мы, как бы, уже восходим от этого рода к более высокому роду, да, и вот это восхождение, в принципе, оно имеет некое движение, да, движение, которое мы называем движением абстрагирования, да, оно именно носит переход от рода к виду каждый раз, да, то есть, понятия друг с другом сосносятся в виде родов и видов, но если мы имеем конкретное, допустим, представление о том, как эта иерархия выглядит, то можно было бы взять, допустим, мир живот, но можно взять, допустим, биологическую классификацию биологических объектов. Мы там наблюдаем эту классификацию родовидовых различий, да, их встроенности более низших видов, да, то есть видов, которые являются конкретными какими-то единичными сущими, да, которые объединяются в некие более высокие роды, да, и, соответственно, там двигаются по классификации выше и выше, достигая как бы вот такой классификации, как эта, все живущее на земле, да, все животные. Но что здесь важно? Важно, что вот это вот восхождение в абстрагировании понятий, оно на самом деле должно иметь некоторую внутреннюю динамику, да, и эту внутреннюю динамику Гигель рассматривает на примере того, как понимается движение логики, да, то есть на основе противоречия. Откуда берется вообще, зачем Гигелю связываться с противоречием? Дело в том, что, как я уже говорил, для Гигеля важно очень привести в некое единство многообразие философских мнений, да. Поэтому, когда он рассуждает о восхождении к более высоким уровням понятий, то речь идет о том, что существует, вот если мы берем какой-то отдельный рот, да, вот существует, как бы, вот, допустим, точка зрения А, точка зрения Б и так далее, и точка зрения Н, да, и все эти точки зрения, они, допустим, базируются на некотором одном общем поле, да, разных точек зрения. Мы вот это вот разнообразие всегда можем редуцировать представлению следующего вида, что существует на самом деле в этом целом некое представление А и представление НИА, где НИА, да не что иное, как вот объединение всех остальных представлений. Конечно, при таком объединении мы теряем содержательность того, что представляется Б и НИА, да, когда мы говорим НИА, содержательность того, что представляется Б и НИА, оно рассматривается только со стороны того, что оно является отрицанием А. Но мы достигаем некой полноты, да, вот если мы рассматриваем вопрос вот в таком отношении, то тогда вот это вот различение может свести к тому, что вот наше изначальное родовое понятие, оно разбивается как бы целиком, да, полностью, полное разбиение, полное разбиение на А и не А. Когда у нас это разбиение называется контра дикторным, когда у нас разбиение является в виде А, B и Д, N, когда оно является контравным, да, мы не можем гарантировать, что это разбиение является полным. С логической точки зрения, полным разбиением и это гарантирование с полным разбиением связано именно с логической формулой, что любое, весь мир можно разбить по любому параметру на А и не А. Да, и вот это вот просто логическая формула. Верно, истинная логическая формула. Так вот, когда мы достигаем такого разбиения, то тем самым мы гарантируем, что наше разбиение является полным. И тут еще важно заметить, на самом деле, что в терминах Гегеля это связано с тем, что вот это А, это представляет собой одно, а не А, это представляет собой иное. Ну или там сущие и иное. Либо там бытие иное. Всякий раз, как бы, собственно, предмет, который мы исследуем, он представляет собой нечто положительное, а все остальное, оно рассматривается просто как иное, как отрицание. Как отрицание этого исходного предмета. И вот это рассуждение, оно как раз укладывается в ту схему, по которой Гегель пытается восходить в своем движении от одних форм сознания к другим. Мы говорили о том, что формы сознания, на самом деле, являются родоположными, они не являются связанными в неком восхождении. И то, что Гегель говорит о восхождении, он сам признается, феномоги духа, что это есть некое добавление с его стороны. Потому что, например, переход от одной формы существования в другой, он на самом деле осуществляется только для нас, для некой позиции, рефлектирующей позиции. А само сознание, оно на самом деле об этом не знает. То есть, само сознание, которое участвует в процессе восхождения, оно не может знать, на самом деле, различные формы. Оно существует некой определенной формы и не знает о том, о существовании других форм. Но мы к этому вопросу еще подойдем ближе. Так вот, в таком понимании соотношения рода и видов, когда, на самом деле, род сведен к двум видам, к виду, которое нечто положительное, а и все остальное является чем-то отрицательным. И называется у Гегеля диалектическим движением. В чем оно состоит? Для того, чтобы понять, в чем оно состоит и как оно осуществляется, давайте посмотрим сначала не содержательность того, как это делается, а посмотрим, в чем состоит логика. Логика состоит в том, что, допустим, у нас есть некая первая форма существования сознания. И мы говорим о том, что эта форма внутри себя различена. Причем это различие, мы пока не будем обсуждать, на каком основании возникает переход. Но в некотором отношении обосновывается некий переход. Этот переход совершается тем способом, что этот род становится в некотором более высоком роде, да, видом. Вот это вот наше различие, оно как бы является уже различием внутри рода. И на новом уровне, да, возникает новый род, и в этом новом роде возникают, соответственно, новые виды, да. Это, скажем там. И каждый раз происходит некий переход от одного рода, а это другая форма существования сознания, к другому роду. И вот восхождение происходит от одного рода к другому роду, и вот это вот восхождение, это род более высокого уровня. Более высокого уровня. Высокого уровня с точки зрения отношения понятий, да. То есть одно понятие является более общим по отношению к другому понятию. То есть, если, допустим, здесь какие-то... Представляются некие единичности, то здесь уже представляются по отношению к этим единичным всеобщности, да. А далее к всеобщности еще более высокого порядка. И вот это вот восхождение однажды оно должно как бы достигнуть некого предела, и, собственно, этим пределом является субстанцией, да. Абсолютной идеей. Вот, собственно, сама идеология движения восхождения понятия, да. То, что у Гигеля рассматривается как восхождение понятия. Но это вот восхождение понятия, оно наложено на... на связь некоторых форм существования сознания, да. И вот оно почему-то объясняется как способ восхождения сознания, да. Как способ восхождения сознания, который проходит через все многообразие форм, да, и достигает некого предела уже не в абсолютной идее, а в абсолютном духе. И мы потом увидим некую коллизию между тем, что существуют абсолютные идеи, да, и абсолютная идея связана с восхождением мышления, восхождением, понятно. Есть некое понятие, связанное с абсолютным духом. Абсолютный дух – это не что иное, как восхождение сознания. Но сознание, как я уже говорил, восходить не может, да, потому что сознание представляется бы в некую структуру пространственную, которая объединяет все свои формы. Ну, давайте как бы к этому, для того, чтобы понять, почему все-таки Гигель заставляет сознание восходить, необходимо как бы обратиться к самой феноменологии, как она у Гигеля развита, да. Для того, чтобы это посмотреть, допустим, как изображается некая форма существования сознания, как она вообще изучается. Она изучается следующим образом. Вот, допустим, эта форма существования сознания представляет собой некую субстанцию. И вообще, каждая форма существования сознания представляет собой нечто самостоятельное и целое, да, которое как бы не нуждается в других формах, да. Это есть некий цельный опыт, да, потому что еще идет о феноменологии, да, и как бы внутри этого цельного опыта Существует даже свое многообразие, связанное с различением моментов Вот эта субстанция сознания Допустим, на определенном уровне существования сознания Вот у нас есть сознание Сознание различает от себя предмет Оно этот предмет знает Причем это знание предмета не представляет собой субъекта объектной различия Потому что, согласно Гегелю, сознание предмета Это не сам предмет, да? Это есть одно и то же Почему? Потому что изначально существует, как говорится, о тождестве бытия и сознания Это тоже следует понимать в содержательном отношении То есть содержательно сознание предмета и сам предмет это одно и то же Но действительно, если рассматривать, что предмет дан в некоторой субстанции сознания То мы понимаем, на самом деле, что сознание предмета и сам предмет содержательно это просто одно и то же Но в первоначальных каких-то простых формах, низших формах существования сознания Сознание как бы различает от себя предмет Причем Гегель говорит о том, что это различение сознания и предмета, оно на самом деле не может быть эксплицировано. И Гегель говорит о том, как если бы само сознание как-то интуитивно это различие знало. В «Видении феноменологии духа» он говорит об этом тем способом, что сознание в самом себе знает о том, что оно различает свое знание и предмет. И вот это различие, а есть различие самого сознания. И Гегель говорит о том, что не надо придумывать, на чем основан этот критерий. Само сознание есть критерий этого различения. Иначе говоря, Гегель основывает это различие сознания и предмета, которые есть первоначально в простых формах, на некоторой интуиции, на феноменологичности самого различия, которое мы наблюдаем в опыте. То есть вот в самом опыте сознания мы различаем действительно нечто, что мы называем своим знанием, а некоторый другой момент мы называем предметом. И, собственно, разговор идет о том, чтобы наше знание соответствовало предмету, чтобы наше понятие соответствовало предмету. И, собственно, все движение состоит в том, чтобы эти две составляющие как бы уравновесить до некоторого такого состояния, про котором знание и предмет, они бы соответствовали друг другу, были бы одним и тем же. Так вот, вот в этой форме существования сознания на самом деле существует еще одна позиция, о которой я говорил в прошлый раз, это позиция абсолютного знания. Но эта позиция втянута внутрь самой феноменологии, и она выстраивается тем способом, что есть некая абсолютная позиция, это позиция, у Гегеля заявленная на феноменологии духи, как позиция мы. Есть некая позиция, со стороны которого происходит, собственно, описание опыта сознания. То есть сознание проходит ряд формообразований, но на самом деле эта прохождение, эта связь этих формообразований с друг другом, она закрыта для самого сознания. Вот этот переход от одной формы к другой происходит как бы за спиной сознания. И сознание просто знает некий опыт цельный, в котором оно живет. Оно живет в этом опыте и не знает на самом деле существования другого опыта, но между ними существует связь, и эту связь устанавливает вот эта абсолютная позиция, позиция мы. То есть вот эта позиция абсолютного знания. И она на самом деле позиция рефлективная, да, само сознание, которое участвует в процессе, оно время от времени встановится на эту позицию, когда рефлектирует свое знание о предмете. Но сознание это делает только в какой-то частной форме, да, в которой оно находится. А позиция мы, это вот некая абсолютная, да, рефлективная позиция, это позиция, как бы вот, которая описывает все опыты сознания, связывает их с друг другом. И Гегель говорит о том, что вот эта вот связь различных форм существования сознания с друг другом, и вот есть нечто, что добавлено к описанию того, что происходит в феноменологии сознания, да, это вот некое добавление философское. И Гегелю нужно, потому что это связь, потому что он, как я уже говорил, ведет речь о вот восхождении, восхождении сознания. Причем это восхождение сознания, как выясняется, он понимает, как восхождение понятия, да, вот в родовидовом. Потому что вещь идет о том, что мы от простого понятия, от простых форм сознания, да, данного в чувственной достоверности восходим как бы более высоким формам сознания, связанным с мышлением, да. Причем это все более и более высоким формам, более абстрактным формам существования сознания. Иначе говоря, вот движение сознания, различные формы и связь, движение и связь различных форм сознания выстраивает как движение и связь различных форм мышления. Почему это возможно? Почему вообще говоря, Гегеля совершает некое насилие над самым финансовым сознанием? Дело в том, что вот эта позиция «мы», которая сама включена в процесс движения, она представляется философской позицией. Вот на этой позиции находимся мы, рассуждающие, да, вот мы рассуждающие, философствующие, находимся на этой позиции. Мы наблюдаем движение сознания через различные формы, да, и как бы сам процесс этого движения мы фиксируем со стороны позиции «мы». И вот эта вот позиция «мы», она является позицией на самом деле мышления. Мышления. И если эта позиция является позицией мышления, то поскольку мышление представляет собой способность, да, ну, даже если бы она и не была способна, даже если бы на самом деле говорить о том, что мышление есть некоторое, просто говорить о мышлении, не адресуясь к тому, что она представляет собой способность, не адресуясь тем построениям, которые выстраиваю я, а говорит о том, что мышление всегда может соотноситься только с мышлением. Иначе говоря, мышление все делает мышлением. Поэтому если мы на самом деле относимся к тому, что происходит с позицией мышления, то мы можем увидеть только некие смыслы, только некоторые движения мышления. Мышление направлено всегда на мышление, выхватывает из мышления, из того, на что оно направлено, только то, что может мышление быть выхвачено. А именно смысл, некоторые мысли смысл. Иначе говоря, вот эта позиция «мы» рассматривает движение, которое совершает сознание, оно рассматривает его с позицию размышления. А раз это так, то на самом деле оно не замечает, что подменяет сам опыт, саму феноменологию сознания, оно подменяет мышлением об этой феноменологии. Иначе, как Гегель говорит, что в философии есть мышление и мышление, то тут так и происходит. Происходит подмена движения сознания, движения мышления. Именно благодаря тому, что эта позиция «мы» является позицией мышления, и происходит отождествление сознания и мышления. То есть сознание и мышление равно мышлению только с абсолютной позиции, то есть с позиции «мы». Только с позиции «мы» вот эта вот формула верна. Поскольку когда мы рассуждаем, то в нашем рассуждении, в нашем мышлении, на самом деле, мы все берем как некоторую мысль и как некоторый смысл. И, собственно, получается, что мы уже речь ведем не о самом феномене, не о самой феноменологии сознания, а мы уже речь ведем о некой теории. Мы как бы инкорпорировали внутрь феноменологии уже теорию, а именно способ, каким мы входим в исследование различного рода опыта. И эта теория, на самом деле, подавила, собственно, саму феноменологию, и редуцировала сознание к мышлению. То есть совершилась как бы вот эта вот подмена. Но, с другой стороны, если мы отдаем отчет в том, что совершается в сознании, мы не можем избавиться от этой позиции абсолютной. Но на самом деле вопрос тут стоит еще более кардинально. Дело в том, что Гегель ведет разговор о связи различных форм существования сознания. Он говорит, какие это формы существования сознания. Ну, это вот, например, первая форма существования – это чувственная достоверность. Далее у нас идет восприятие. Я просто следую логике и феноменологии духа. Далее идет у нас рассудок. Далее идет у нас самосознание. Далее, самосознание проходит ряд форм. Далее идет у нас разум. Ну, далее идет у нас дух. Проблема состоит в том, что Гегель выстраивает здесь иерархию. На деле, как я говорил, все эти формы рядоположны, и поэтому иерархии есть некоторое привнесение в то, в каком отношении к исследователю находится сам феномен, а именно феномен сознания. И если все эти формы сознания существуют одновременно, да, вот как я рисую, что вот есть некоторая сфера сознания, сознание, различные формы в ней представлены рядоположно, да, это, собственно, и есть смысл того, почему сознание представляет собой нечто пространственное, да, поскольку различные формы, которые существуют в сознании, они просто даны как бы одновременно, да. Что такое пространственность как таковая, да? Пространственность, она характеризуется тем, в отличие от временности, да, что в пространственности нечто дается одновременно. Ну, слово одновременно здесь не характеризует только момент временности. Вопрос идет в том, что они дано рядоположно, да, Они не даны в некой иерархии. И так происходит, на самом деле, что одно вырастает из другого. На самом деле, что их связь, есть нечто дополнительное, что, может быть, и не имеет отношения восхождения, а является просто существованием одного феномена, который мы называем сознанием. То есть, один феномен, который мы называем сознанием, просто проявляется многообразным способом. И если мы будем изучать вопрос без предубеждения, если мы не будем пытаться выстраивать систему, а будем рассматривать вопрос так, как он есть, то необходимо было бы говорить о том, что есть некий феномен сложной сознания, и в этом феномене проявляются многообразные формы нашего опыта. То есть, формы, которые возникают в чувстве, восприятии, рассудке и так далее. Для того, чтобы это еще пояснить, необходимо обратиться к следующей диаграмме. Дело в том, что Гегель же сводит субъект объектное различие, которое мы находим у Канта, в его трансцендентальной постановке Вауруса, он сводит к разговору, поскольку в этом различии возникает ряд проблем, которые мы в прошлый раз обсуждали, он сводит как бы от некой одной субстанции, внутри которой возникает движение различия. Восхождение различных форм сознания он понимает как восхождение понятия. Зачем оно нужно? Первоначальную форму он понимает как форму, в которой сознание противопоставляет себе предмет. Но в сознании есть нечто, что должно взойти к пониманию самого себя как субстанции. То есть первоначально это сознание является единичным сознанием. И вот если мы обратимся к опыту чувствительной достоверности, то если мы начнем сначала, то вдруг обнаружится, что у этого сознания существует на самом деле два предмета. Первый предмет как бы двоится. Первый предмет знает. Первый предмет это предмет непосредственный. Это предмет, который у Гегеля обозначается теременом им, который дан ему. Это первый предмет. Непосредственный предмет. Тот предмет, от которого сознание себя отличает. А второй предмет это рефлектированный предмет. Когда сознание осуществляет рефлексии своего знания предмета, возникает некоторый другой предмет. То есть в этом рефлексе возникает новый предмет, собственно, как бы знание, да, и этот предмет второй является рефлектирным предметом, и он как бы у Гегеля обозначается таким выражением, как «фюрфюзи», да, ну или для сознания, или «фюрбюзе». Иначе говоря, получается, что в каждой форме сознания существует два предмета, да, один предмет непосредственный, а другой предмет рефлектированный. Гегель говорит в обведении, что вот этот второй предмет является приобретенным опытом относительно первого предмета, и он, собственно, служит тем самым предметом, который является предметом уже в другой форме существования сознания. Если в данной форме существования, если, допустим, чувствовать достоверности, мы имели непосредственным предметом первый предмет, да, вот этот, то тогда второй предмет, да, который является уже рефлективным предметом относительно первого, он становится предметом восприятия, да, и уже в восприятии, то есть возникает вот некое восхождение, и уже в восприятии, восприятие, ведущий идет о том, что предметом уже является этот перефлектированный предмет, да, сознание тоже является, предстает в другой форме, да, в форме чувственного, но всеобщего сознания. Чувственного всеобщего сознания. Тут единичное сознание, а тут чувственное всеобщее сознание, да, которое точно так же отличает от себя предмет, Но этот предмет представляет собой уже всеобщий предмет или вещь. И точно так же при рефлексии сознания уже своего знания на этом уровне, возникает как бы опять тут двойственность предмета. Предмет, который дан непосредственно, который дан ему, и предмет, который дан для него. И вот различие ему и для него, оно на самом деле и каждый раз и есть сравнение того, что сознание знает, и того, что является сознанием его предметом. И для того, чтобы как-то этот вопрос еще пояснить более подробно, необходимо придется войти в рассуждение о том, что представляет собой чувственную достоверность. В своей конкретности, как Гегель анализирует эту достоверность. Дело в том, что Гегель обнаруживает, что что такое чувственная достоверность? Сущие и то, что непосредственно представляет нашим предметам, прежде всего необходимо рассматривать непосредственно, без помощи понятия. И вот это непосредственно рассмотрение сущего там рассматривается Гегелем как рассмотрение единичного. Первоначальным сознанием является неким единичным сознанием, ну или Гегель называет его «этот». И этот «этот» знает «это» нечто единичное. Это единичный предмет. И этот «этот» понимается, как я уже говорил, по модели точки в пространстве точек. Как бы это, как понимать в своих аспектах здесь и теперь, как некая точка в пространстве времени. И этот тоже понимается по модели точки. Почему? Потому что соотношение сознания и его предмета, оно лежит в некой одной основании, вот как я говорил, в некой одной субстанции. И если мы исследователи, находящиеся в рефлексивной позиции, то есть в позиции абсолютного знания, да, это позиции мы, если мы исследуем вопрос, то у нас оба сущие должны соответствовать друг другу. Если получится так, что предметом выступает точка, а постигающим его сознание окажется другим, то тогда на самом деле предмет подчинен активности сознания, да, и предмет не может быть... Предмет является таким, каким является сознание. То есть, иначе говоря, существует взаимоднозначное соответствие между тем, каким является само сознание и каким является его предмет. И если мы говорим о том, что это, как единичное, представляется в своих аспектах здесь и теперь, является как бы единичной точкой, да, вот как в пространстве точек, да, то и это тоже должно выступать как точка. Ему деваться просто некуда. Так устроено, собственно, само рассуждение. Точно так же, когда мы... Дело дойдет до восприятия, когда от чувствования до следствия мы перейдем к восприятию, то есть, у Гегеля тоже возникнет ситуация, на самом деле, что поскольку предмет будет неким всеобщим, чувственным всеобщим предметом, да, то и всеобщим станет также и сознание. Сознание тоже станет всеобщим. Оно будет чувственным всеобщим сознанием. Иначе говоря, каждый раз сознание и предмет будут соответствовать друг другу. В каждой форме существования сознания это будет так. И почему это так? А потому что эти речи идут о родовидовом соотношении, да. Гегелю очень важно, чтобы вот эта вот субстанциальность, которая здесь есть, да, в виде сознания, она имела субстанциальность родовую. То есть, как бы, соотношение сознания и предметы есть своего рода соотношение различных видов внутри одного рода. Они, как бы, рядоположны друг к другу, только потому они и могут соотноситься. Потому что изначально, как бы, субстанция представляет собой некий род, да, род. Некий род, который, как бы, восходит, собственно, восходит не сам род, а восходит то, что находится внутри этого рода, да, вот, некие внутрисущие, они восходят к роду. И этот род является чем-то предельным, она, то есть, этот род является субстанцией. Есть, как бы, предельный род, а есть, как бы, род, который является промежуточными состояниями существования сознания, да. То есть, как бы, вот, как бы, когда мы говорили о том, что есть родовидовое соотношение различных родов и видов, да, вот, есть некая иерархия, то, в том числе, существует вот высшая иерархия, и высшая иерархия, это, собственно, есть не что иное, как вот абсолютная идея, как я говорил. Но это с точки зрения понятия, так. А с другой стороны, как бы, вот, если мы признаем и соглашаемся с тем, что различные формы существования сознания, а они выстраиваются в некое восхождение в виде именно форм сознания, да, то на вершине этих форм, да, стоит тоже некое сознание, да, не некий род, да, то, что род и родовидовое отношение, это есть отношение понятий, а некое сознание, и это сознание не что иное, как дух, то есть, возникает абсолютный дух. Для того, чтобы понять некую проблематичность этого, да, прежде всего, проблематичность того, что... Тут два момента, на которые надо обратить внимание. Во-первых, проблематичность того, чтобы сознание представлялось как некая точка. Это первая проблема, да. А вторая проблема состоит в том, как теперь соотносить восхождение сознания, которое должно было бы восходить к абсолютному духу, то есть, абсолютный дух и абсолютную идею. А это связано с восхождением понятия. Это второй вопрос. Вот сейчас на этих двух вопросах мы, как бы, заострим свое внимание, потому что это важно с точки зрения понимания, соотношения сознания и мышления у гиги. Для того, чтобы это понять, необходимо вот вспомнить, что в свое время мы обсуждали в связи с таким понятием, как всеобщесть. Я обращал внимание на то, что есть два вида всеобщести. Первая – всеобщесть связана с сознанием. Что это за всеобщесть? Сознание есть нечто, не является точкой, как пытается это обосновать Гегель, а представляет собой нечто, как бы, сохраняющееся во времени. Нечто, как бы, себя сохраняющее. Ну, это, на самом деле, является нашим повседневным опытом. Мы понимаем прекрасно, что, как бы, мы не теряемся в потоке, да, мы не исчезаем, на самом деле, в этом, во всяком опыте чувственном или, там, во всяком переживании. А мы, на самом деле, во всех этих движениях сохраняемся. И более того, то, что сознание стоит во времени, да, вот мы это называли, как что сознание стоит во времени. Причем, я уже объяснял, что стоит во времени – это есть некая метафора для того, чтобы объяснить, что происходит. Для того, чтобы мог существовать такой опыт, как внутреннее сознание времени, да, необходимо, чтобы вот что-то одно стояло, было точкой отчета. вот точкой отчета, да, а другое двигалось. Причем это не происходит так, что что-то одно будет двигаться, а что-то одно стоять. А происходит так, что если вы что-то одно фиксировали, да, вот как система отчета, то все остальное относительно начинает двигаться, да. И вот то, что фиксировано у нас, да, то, что тем самым конституирует время как таковое, да, это сознание. И относительно сознания движется остальное. Что такое это остальное? Это некие переживания, некие движения внутри тела, да. Поскольку сознание как бы стоит, поскольку сознание является той точкой отчета, относительно которой мы как бы сами стоим, мы как бы сохраняем себя, то поскольку это сохраняющееся существует, все остальное, оно становится относительно этого сохраняющегося с чем-то подвижным. И прежде всего эта подвижность связана с тем, что внутри нас происходят некие переживания. То есть некие переживания, внутренние движения, оно связано с тем, что сознание стоит. Но то, что сознание есть не сохраняющееся во времени, означает, что оно не является точкой. И если оно не является точкой, то согласно той же самой логике Гегеля, если сознание является всеобщим в том смысле, что оно себя сохраняет, то вот этому сохраняющемуся сознанию соответствует и предмет сохраняющийся. Сохраняющийся предмет. Этим сохраняющимся предметом на самом деле у Гегеля выступает вещь. И мы говорили о том, что чувственная достоверность это есть некий искусственно подложенный опыт, некая искусственно подложенная форма существования сознания. На самом деле, поскольку сознание всегда представляет собой нечто сохраняющееся, то первичным опытом является опыт восприятия. Или как у Гегеля опыт созерцания. Такого опыта, как чувственная достоверность, которым сознание представляет собой некую точку, этот опыт на самом деле невозможен. Его просто не существует. Но Гегелю нужно было для того, чтобы обосновать восприятие, подложить некое основание, потому что для Гегеля, Гегель же пытается связать различные формы существования сознания, и вот у него есть, допустим, форма сознания такой, как восприятие. Ему нужно к этому восприятию как-то прийти. Чтобы обосновать это, он усматривает более низкую форму существования сознания, а именно форму сознания и чувств. Всё-то было бы хорошо, в принципе, можно было бы в целях теоретического построения рассматривать и такую форму существования сознания. В конце концов, мы можем уже проследить такую форму существования, как ощущение. Но тем не менее, даже в ощущении сознание сохраняет себя, оно не теряется, оно не становится точкой. И поэтому нельзя говорить о том, что сознание представляет собой точку. Это вот первое всеобщество. А другая всеобщество, она связана с тем, что я говорил о мышлении. Второе – это мышление. То есть всеобщество связано с мышлением. Что это за всеобщество? Или с понятием. Это вот как раз связано с родовидовым отношением. Или отношение различных понятий с точки зрения их общности, их вложенность друг в друга. Их соотношение с точки зрения движения абстрагирования. И вот эта вот всеобщность, она как раз связана с той всеобщностью, которую я указывал, когда говорил о том, что Гигель выстраивает некое восхождение понятия. Восхождение понятия. В этом восхождении понятия есть некая диалектика. Она связана с тем, что понятие ведь – это сторона знания. И знание, когда содержательность предмета максимальная, содержательность знания, как бы понятия, оно минимальное. Почему минимальное? Потому что, собственно, того, что в рефлексии выступает как то, что мы знаем о многообразии, оно выступает в каком-то своем абстрактном виде, как нечто бедное. Вот когда о чувствительности Гигель рассуждает, он говорит о том, что то, что сознание знает, на самом деле, чувствительность, то, что оно на опыте устанавливает в качестве своего знания, есть нечто иное, как только бытие. Сознание знает в чувствительности только чистое бытие. Несмотря на то, что к сознанию дано все многообразие, все богатство мира доступно, тем не менее, его знание составляет только чистое бытие. О чем тут речь идет? Речь идет о том, что с позиции понятия, все, что доступно понятию чувственной достоверности, где все является чувственным, где на долю понятия ничего не остается, там как бы негде нечего понятия взять. То есть понятие там берется только со стороны того, что нечто вообще есть. То есть это констатация того, что нечто есть, как бы это и есть максимальное знание чувственной ценности то, что как бы в этой форме знает сознание. То, что остается в этом сознании при рефлексии. Так вот, оно вот здесь минимально, а здесь оно как бы, когда понятие восходит, здесь оно уже максимально. Ну и наоборот, конкретность самого предмета, содержание предмета здесь минимально. Ну то есть как бы здесь есть противоположное движение. Ну это так. Некое наблюдение. На самом деле нам очень важно различить вот эту всеобщность сознания и всеобщность мышления. И вот это вот различие Гегель на самом деле не усматривает, когда он говорит о всеобщности. Когда он обсуждает всеобщность общественной достоверности, то получается так, что у него любая всеобщность является чем-то относящимся к мышлению. Казалось бы, он должен был бы понимать, что есть некое всеобщность сознания, когда сознание сохраняет себя и тем самым, что сознание себя сохраняет, сохраняется, и его отношение к миру, его отношение с предметом. И эта всеобщность, когда сознание сохраняет себя, она не является всеобщностью понятия, она не уступает в видовом каком-то отношении, она просто связана с тем, как устроено такое сущие, как сознание. А вот как раз всеобщность мышления или всеобщность отношения различного рода уровня понятий, когда понятия относятся друг к другу как в видовом отношении, это и есть другая всеобщность. У Гегеля почему-то эти две всеобщности не различаются, и они объединяются в одном понимании, что всякая всеобщность, и даже всеобщность, которая выступает в виде того, что сознание сохраняет себя, оно представляет свою всеобщность понятия, всеобщность мышления. И отсюда возникает отождествление сознания и мышления на основе понимания того, что всякая всеобщность, согласно Гегелю, есть всеобщность мышления. Он не усматривает, что у сознания всеобщество выражено в другом виде В другом понимании Имеет другой смысл Причем интересно, что когда Гигель обсуждает чувственную достоверность Мы опять возвращаемся к разговору о феноменологии духа У него этот и этот, этот и это Который соотносится А именно единичное сознание и единичный предмет То каким образом возникает внутри этой формы некоторая проблематика Она связана с тем, что вот этот и этот У него как бы возникает два предмета, как я говорил Первый предмет это, да, это вот единичный предмет А второй предмет это вот всеобщее это, да, или всеобщий предмет Единичный предмет, единичное это А второе это, это когда при рефлексии, когда этот рефлектирует свое знание Своё знание, а это, то возникает всеобщее это Что такое это всеобщее это? Вот, например, берется такой опыт, как смена дня и ночи, да, то есть Гигель говорит, если мы, говорит, сейчас запишем эту истину, что вот Сейчас ночь, да, и мы запишем эту истину, то от этого истина ничего не потеряет, да Но тем не менее, когда наступает день, как бы эта истина становится ничем, да, эта истина проверяется Но что сохраняется? Сохраняется некоторое это, да, вот это день, когда наступает день, и это ночь, когда наступает ночь То есть это, которое безразличное к смене дня и ночи, да, то есть некое всеобщее это Так вот, вот это вот всеобщее это, которое возникает в смене дня и ночи, оно ведь связано с всеобщностью языка И потом он, на самом деле, дальше обсуждает, на самом деле, что, когда говорит о том, что вот, вот, если бы мне сказали бы описать вот этот вот единичный какой-то предмет, там Вот этот единичный клочок бумаги, да, то для этого мне бы потребовалось, там, это вся, не хватило бы и жизни, потребовалась вся вечность Почему? Потому что, когда бы я начал бы его описывать, что этот клочок бумаги, лежащий на столе, тут я бы говорил только всеобщности, да И всякий раз, как бы, язык бы не дал возможности высказать единичное Так вот, проблема вот этого всеобщего это, на самом деле, оно не является всеобщим в том смысле, в каком оно проявляется в опыте Потому что в опыте он так и остается единичным И более того, на самом деле, Гигель сам понимает, что опыт чувственной достоверности сохраняет сам себя, да То есть чувственная достоверность сохраняет свою единичность, сохраняет свою непосредственность, именно как целостность, именно как опыт И нельзя эту единичность найти ни в одном из его моментов Когда мы берем какой-то один момент, то всякий раз этот момент оказывается недостаточным Только опыт целиком сохраняет себя Так вот, это всеобщее, это, на самом деле, есть не что иное, как наведенная всеобщность языка И получается как-то интересно, что отрицание чувственной достоверности, то есть отрицание единичности возникает со стороны невозможности эту единичность фиксировать в языке Так как это, получается, внешнее какое-то возражение Если что-то невозможно фиксировать в языке, из этого не следует возражение относительно этому Потому что если мы констатируем наличие этого опыта и понимаем, о чем идет речь Понимаем, допустим, о том, что представляется в единичности, что это такое То, тем не менее, поскольку мы можем понимать это, нам не существенно, можем ли мы это зафиксировать в языке И в том смысле, что язык сможет ухватить саму единичность Поскольку проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что Гегель хочет рассмотреть знания В некотором подвешенном, в объективном виде Как бы знание, которое бы само себя манифестировало Вот это всеобщее, оно само по себе, оно само о себе и говорит А знание, о котором необходимо было бы говорить, это то знание, которое на самом деле существует в этом сфере некоторого единичного сознания И вот у единичного сознания, когда оно говорит о стуле, как о некотором стуле, который находится рядом с ним То оно не имеет в виду вообще все стуле, которые существуют в мире, не имеет в виду понятие стула А имеет в виду конкретный стул И поскольку сознание единичное, и оно соотносится с единичным стулом То в его высказывании, это всеобщее высказывание о стуле является высказыванием о неком единичном суще Иначе говоря, вот тут есть проблема, связанная с тем, как ставить задачу философии Гегель То есть Гегель ставит задачу философии, это обосновать знание Причем знание должно быть обосновано безотносительно единичности, безотносительно субъектности И достигается это тем способом, что той формы, в которой знание может существовать в своей объективности В частности, в той форме, представляет собой язык Почему? Потому что язык есть вместилище всеобщего И, собственно, возражением всякому единичному является всеобщесть И возражением всякого рода субъективности является всеобщесть Иначе говоря, в сфере всеобщности субъективность может быть преодолена Вот мы говорили о том, что существует много философских концепций различных Которые даже друг другу противоречат Как их выстроить в некую единую иерархию? Во-первых, их разнести по разным уровням Но это один из моментов Другой момент состоит в том Другой момент состоит в том, что все эти концепции надо рассмотреть под тем углом зрения Что есть некое всеобщее И у этого всеобщее есть определенного рода варианты И эти варианты исчерпываются каким-то ограниченным кругом возможностей Если мы говорим об единичности, то в смысле единичности существует бесконечное количество возможностей Но если мы говорим о всеобществе, то есть в смысле всеобщества, то есть понятия Всегда существует ограниченное количество возможностей И мы, собственно, только в понятии можем что-то в мире ограничить И, собственно, познание так и происходит Что когда мы постигаем нечто в мире мы переводим эту бесконечную единичность в некое конечное многообразие всеобщего, и в этом всеобщем многообразии мы можем уже перебирать варианты. Собственно, в этом состоит суть познания. В этом познание есть в некотором отношении упрощение. И вот, собственно, когда Гегель пытается соотнести различного рода философские воззрения, концепция, которая даже противоречит друг другу, то речь идет о том, что дух перебирает все возможности. То есть надо перебрать все возможности и указать на то, на самом деле, что эти возможности есть не что иное, как способ, каким можно нечто высказывать. Вот есть как бы логические возможности. Ведь речь идет о понятиях, ведь речь идет о мышлении. В мышлении есть неэкеологические возможности, и все этиологические возможности должны быть пройдены, должны быть описаны. И, собственно, утверждение, которое делает Гегель относительно разнообразия концепции, оно состоит в том, что есть некая единая субстанция духа, и она выражается в многообразных формах только потому, что эти формы представляют возможности, каким существует этот дух, каким существует это мышление. То есть мышление выражает себя в различных способах, каких оно может себя выразить. Проблема, которая связана с разницей всеобщности мышления сознания, она на самом деле раскалывает всю философию Гигеля на две части. Именно на ту часть, которая связана с всеобщностью сознания и которая движется к абсолютному духу. Причем это восхождение от форм сознания низшей к форму сознания высшим, оно представляет собой проблему, потому что все формы сознания, как я и говорил, они родоположны. Они существуют в неком общем, в некотором сфере сознания, и они там родоположны. Потому что сознание представляет собой не структуру родовидового соотношения, как понятия, как мышления. То есть не иерархию родовидовую, а некую иерархию родоположную. Так вот, а с другой стороны мышление, оно именно выстраивается как иерархия родовидовая, как некое восхождение. И вот получается, что вся философия Гигеля, она вот как бы разваливается на две части, связанные с сознанием, связанные с мышлением. Здесь как бы возникает всеобщенность мышления, а именно родовидовая, или понятия. А здесь возникает всеобщенность, связанность с сознанием. И это связано с тем, что сознание сохраняет себя во времени, да? А здесь возникает абсолютная идея, или нечто связанное с мышлением. А здесь возникает абсолютный дух. Абсолютный дух, или некое абсолютное сознание. И вот по линии сознания и мышления, вся философия Гигеля, она вот так вот разваливается, да? И не получается, собственно, как бы перейти от феноменологии духа, тем самым, духом, и вообще выстроить на самом деле феноменологию духа, как некое восхождение сознания, перейти к науке логики. Почему не получается? Потому что мышление и сознание работают параллельно. Сам способ, каким существует сознание, а именно сознание существует, как бы рядоположным способом, вот тут надо написать, рядоположным, пространственностью. А здесь как бы получается, что родовидовое действительно здесь некая иерархия. И можно выстроить это восхождение. Это от единичного к абстрактному. А здесь никакого восхождения не удастся, потому что сознание, вообще говоря, связано с опытом. Мы понимаем прекрасно, что мышление, оно не обязательно связано с опытом. То есть мы говорим, конечно, об опыте мышления, как вон-то внутреннем опыте. Но если иметь в виду об опыте, не только как бы внутреннем, а вообще о любом опыте, то в любом опыте существует сознание. И вообще сознание ведет себя как, и представляет собой всегда, как некий опыт. И вообще говоря, именно сознание связано с самим феноменологией, потому что именно сознание выступает во всех способностях, если теперь уже переходить на наши термины. Именно сознание во всех способностях выступает как нечто, что эти способности объединяет в чем-то одном. И сознание участвует и в восприятии, и в мышлении, и везде присутствует сознание. И присутствует сознание тем способом, что оно сохраняет себя во времени. И еще тут разговор как раз связан с тем, что Гегель, выстраивая эту систему, он членит сознание, общую субстанцию сознания, хотя она как бы в своей структуре остается равной самой себе, у субстанции, и только меняются формы сознания и формы предмета. И потом в определенный момент достигается равенство сознания, которое внутри движется, и сознание, которое является субстанцией, то есть сознание снаружи. Получается, что сознание внутри равняется сознанию снаружи. Вот это и есть достижение абсолютного духа. Ну это так, а снаружи, в смысле, охватывающее сознание как субстанция. Речь ведь идет о том, что если брать, опять же, фидемиологический подход, вот это вот разбиение сознания по способностям субъекта, а именно, ведь что такое чувственное состояние, восприятие, рассудок и прочее, это как бы в некотором отношении, опять же, мы видим разбиение некого целого, да, именно сознания, по некей термоспособности. То самое пресловутое разбиение, которое мы наблюдали у Канта, и вообще наблюдается классической философией, поскольку субъект классической философии представляет собой субъект способности, да, и как бы и различия, которые возникают в связи с соотношением субъекта-объекта, они как раз возникают с различениями разных способностей. Если мы, как бы, все-таки, опять же, отказываемся от этого разговора, да, от попытки навязать миру, как бы, развиение по способностям субъекта, то мы должны говорить о неком феномене сознания и объединять его в целое, да, а это означает, на самом деле, что нету различений, например, таких форм, как сознание и самосознание, там, рассудок и разум. Все это в целом представляет собой некий один феномен, да, а именно сознание, оно представляет собой не многообразие форм, как у Гейгеля, да, а, наверное, все-таки оно представляет собой нечто цельное. Другое дело, что это цельное, да, оно, может быть, все-таки, как бы, имеет разные формы. Только на эти формы мы предварительно говорили о том, что сознание проходит ряд форм образования, и эти формы образования являются теми способами, какими мы можем понять, что такое сознание, да. Ну, это некий был предварительный разговор, да, предварительный, он связан с тем, что вообще нам надо было как-то вот тематизировать саму постановку вопроса, да, вопроса науки сознания. Теперь мы должны понять, на самом деле, что представляют собой возможные формы, те возможные понятия, через которые мы могли бы исследовать, что представляет собой такой феномен, как сознание. Феномен сознания, ну, в смысле науки, науки сознания, а не в смысле феноменологии сознания. И для этого вот надо, как бы, было понять, почему у Гегеля, как бы, сознание и мышление одно и то же. На самом деле, это сознание и мышление у Гегеля отождественны в силу самой необходимости Гегелю выстроить единую систему. То есть сознание является единственным способом, каким он может вести единство в начале, да, в виде субстанции. И когда Гегель говорит о самодвижении понятия, то ведь речь идет, на самом деле, о движении сознания. Что такое самодвижение понятий? Это, на самом деле, противорищее самому определению. Потому что слово «самодвижение» – понятие. Вело в том, что самодвижение – это относится к сознанию. И двигаться могут только сознания. Потому что сознание – это и есть живое сущее, да, и оно может двигаться. Потому что сознание, на самом деле, как мы помним, это, на самом деле, замена понятия субъекта. И вся активность, она возникает из сознания. А что такое понятие? Понятие – это некое абстрактное, да? Абстрактное. В лучшем случае, в родовидовом соотношении. Оно, на самом деле, мертвое, да? В том смысле, что оно представляет собой некую вот сетку такую, да, поле понятий. И в каждом случае понятие, связанное с другими понятиями, оно фиксировано, да, и имеет определенного рода смысл. Фактически, сетка вот этих понятий представляет собой как бы сетку какого-то… сетку различных смыслов, да, и понятия двигаться никак не могут. И поэтому самодвижение понятий – это вот и есть способ объединения сознания и мышления как чего-то одного. То есть вот когда мы говорим о самодвижении понятия, то фактически мы ведь говорим о том, что сознание равно мышлению, равно мышлению. Потому что только в этом случае мы можем говорить о том, что нечто, понятие, то есть как бы та сторона, что называется мышлением, может самодвигаться, то есть является живым сущим, да, именно является сознанием. И самодвижение понятия есть не что иное, как на самом деле вот это представление отождеств сознания и мышления. И поэтому, когда ведь есть еще и другие подходы к тому, почему у Гигеля сознание и мышление отождествлено, скорее следует, видимо, говорить о том, что вот это тоже сознание и мышление является чем-то, что для Гигеля очевидно. Он не ставит вопрос здесь об их различии. Тоже сознание и мышление для Гигеля является чем-то, что не обсуждается, даже то, что стоит за рамками его философствования. Он как бы уберет, как само собой разумеется, что это так, и двигается отсюда. Именно только так можно понять, почему возникают такие выражения, как самодвижение понятия, почему вдруг у нас возникает такое разбиение, как абсолютный дух и абсолютная идея, одно принадлежит к сознанию, другое принадлежит к мышлению, и тем не менее, и то, и другое указывают на одно, а именно на абсолют. Почему вообще как бы есть некое восхождение? Почему восхождение, возможно, только как восхождение понятия, тем не менее, почему-то восходить начинает друг сознания в различных своих формах. И это странно, на самом деле, потому что в сознании есть нечто, что не восходит. В сознании есть нечто, что как бы может существовать различных форм, но тем не менее, эти формы рядоположны. А ведь он и в своей феноменологии так и объясняет, что это восхождение понятия есть нечто, что является добавкой к философской стороне нашего изложения. Потому что этот переход от одной формы существования сознания к другой происходит за спиной сознания. Сознание не знает, как это происходит. И только мы, философствующие, находящиеся в рефлектированной позиции, в абсолютной позиции, только мы знаем, как это происходит. Только мы видим и добавляем этот переход. И, собственно, этот переход, на самом деле, есть переход, добавленный с позиции мышления. Почему? Потому что это абсолютная позиция, есть, опять же, позиция мышления, а не позиция сознания. Почему? Потому что мы, мыслящие, находимся на позиции мышления. Но я не могу сказать, на самом деле, что мне пока удается полностью здесь разобраться с вопросом. Здесь есть какие-то трудности, в том числе и трудности изложения. Они, видимо, связаны с тем, что я не совсем еще понимаю в точности, куда надо двигаться. Но вот я нащупываю некую почву. Я пытаюсь сейчас пробраться в внутреннюю структуру понимания философского движения у Гегеля, феноменологии духа. И на основе вот этого разбора гегелевского построения, гегелевского проекта попытаться потом уже выстраивать нечто похожее в виде науки сознания. То есть нужна некая предварительная критика, нужна некая предварительная наработка терминов для того, чтобы двигаться дальше. Вот пока мы останавливаемся на этом, как бы, таком, не совсем, я бы сказал, четком, даже, можно сказать, сумбурном изложении, да, вот у меня, пока я высказал некие, как бы, интуиции, да, которые требуют дальнейшего своего прояснения. Вот так вот.